МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси 29-го Снежня зробить рабочий визит у Россию. Завтра в Москве лидеры двух краин протягнуть размову по актуальных пытанях беларуско-российского супрацовниства, які обмерковывались на сустрече у Крамли 25-го Снежня. Нагадаем, тады Александр Лукашенко и Владимир Путин провели перемовы зуделам членов Урада и т.т.т., подчас яких деталево обмерковали увесь спектр пытанев агульного аппаратку дня. Сярод наиболее актуальных – цена утварения на газ, работа беларусского наутоперепрацовщего сектора во умовах российского податкового манеру поставки наших продуктов харчавання на рынок России. Выникам стало сближение позиций по усіх пытаннях, а лидеры домовились провести ященную сустречу для принятия решенья. Сюня в Гомеле пройшло областное новогоднее доброчинное свято. Его удельниками стали больше 1400 детей з усяго региона. Чаровная каска сустракала их одразу у фойе. Подробязности у Олега Сентюрова. Дети за шмотлетных и приемных семей у первоморчества международных республиканских областных конкурсов и споборницов для многих удельников в областной новогодней елке за поршальный билет. Якузного рода за творче и спортивное досягнение Милане Мещенко за Лельчиц у сего 10 годов, а она уже стала первоморчеством международной олимпиады по английской мове, дипломатом республиканского конкурса по математесу и призером не каких споборницов в сфере IT-технологий. Мне больше всего нравится IT. В нем очень много всего интересного. Там можно программировать роботы, создать своего робота, который может ходить, может ехать, может что-то шевелить, поднимать вещи, делать что-то за человека. У фойе Ломенского державного церка, где проходит областное новогоднее доброченное свято, тематичные гулявые плясовки, плюс целых шерых мастер-классов от наученцев всяческих специальных установ. Например, демонстрация приготовления кондитерских вырубов. Потом будет чем издевить батьков. Все летняя областная новогодняя елка – это не только разностайные конкурсы, церковые представления и салатские подарунки. Наученки Гумельского колледжа народных промыслов пропонуют набыть обереги. Одным местом можно отримать силу, мощь и здоровье. Узнаградживание от имя обраканкама наученцев, которые достигнули из наших вынеков в республиканских и областных творческих конкурсах традиции областных новогодних елок. На этот раз подарунки отримали 10 школьников, 7 районов в области города Гомеля. Все летнее святое в угле возначается не только массовостью, хороту денег у новогодней казки, творчая коллектива зрелищицы, Жлобина, Рогачева, Хоник. Сюжет, хоть и просто, новогодняя борьба Добряне со злом, а Ле Малявничей и Загапляльной по закону жанру Добряня перемогая. Семья Гаркушев из Нуравлянского района за день, назирая особенного важливого. Все это Иван и Катерина разом с детьми Романом, Варварой и Маргаритой стали лепшей молодой семьей Гомельщины. Ся перьяны не просто семья, а семья творчая. Оно скрепило нас. Мы начали... Раньше были семейные, бытовые, а тут уже у нас творческая волна вместе на всех пятерых. Соединило нас, как бы, все воедино. Танец, песни, театральный постановка. Я готовил первый номер жена, второй готовил, и вместе у нас получилось выиграть этот конкурс. Да. Ну, только то, что вместе мы работали, мы и победили. Ибо дай самый головный подарок церковое представление, работники Гомельского державного церкви называют докладный час его протяга. Две годины шесть хвилин. Наверное, самые маленькие и нетерпливые дети назирают за деи захоплением. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня до масштабной доброчины акции «Наши дети» долучилась Гомельская областная организация «Белая Русь». Региональный ранечник провели у городским центра культуры. Просто, просто, маленькие звезды. Новогоднее свято собрало около 500 детей из разных регионов в области. Разом с родными яны приехали у Гомель на казочное представление «Жанить Бакашэя». Ему попередничала забавляльная гульневая программа вокруг елки за делом Деда Мороза, Снегурочки и других знакомитых героев казок и мультфильмов. Не ограничимся только этим. Стараемся посетить тех детей, которые нуждаются в нашем внимании. Медицинские учреждения выезжаем, детские дома выезжаем. Так что вот, с хорошим, замечательным настроением, потому что дарить подарки – это хорошо. Когда ты дерешься добром и счастьем, оно приумножается. Нагадаем, что новогодняя доброченная акция «Наши дети» протягнется в Беларуси до 11-го студеня. Доброе упорядкование населенных пунктов, взнос старых непридатных сбудований, замена лифтов. Сегодня отбылась пятая сессия Гомельского областного совета депутатов, 28-го скликанья, на якой были подведены выники селетней работы депутатского корпуса, а так само вызначена бюджетная политика на 2019-й год. Марина Джалая с подробностями. Для областного совета депутатов 2018-й год особливый и вельми значный. В таком составе депутатский корпус працует всего 9 месяцев, а ли навод за этот непротяглый термин отрималось вырешить шмат поставленных задач и вызначить основные направки на будущий год. Проанализовали на сессии и эффективность супрацовнества депутатов розных узронев с органами УЛАДы, важный направок деяности селета, доброго парадкования и наведения парадку у населенных пунктах. Важным элементом благоустройства наведения порядка на земле является снос ветхих и пустующих домов. В этом году мы очень хорошо поработали. Две с половиной тысячи таких домов было снесено, и около трех тысяч гектаров земли было вовлечено в оборот. Что тычется бюджету на 2019-й год, то он сбалансованный по всех крыницах финансования. По доходах и расходах прорасти на 8%. Доходы на 65% будут складаться с уластных сродков по основным податкам и на 35% с республиканских дотаций. Расходная частка бюджету складе в наступном годе 2,8 миллиарда рублёв и заховая социальную накерованность. На финансованиях этой сферы поде 65% однозванной суммы. Сохраняя тема сельского хозяйства, поддержки капитальных вложений, наш социальный блок, кроме всего прочего, наполнен ещё серьёзной тематикой, связанной с чернобыльской программой. Расходы серьёзно прирастают на выплату льгот пенсий и питание детей, которые учатся в учреждениях, расположенных на загрязнённых территориях. Идём уверенно. В наступном годе плануются скористаться пазиковым ресурсом на финансование одного с напрямками расходов. Додатковые гроши, потребные для поскоренной замены лифтов. Необходная сумма – 14 миллионов рублей. А Гаренко-27 – это один с дому, где идёт замена лифта. Необходное обстановление смонтировано, выпробования пройдены. Засталося отримать пашпорт. И уже завтра же хоры подъезда смогут скористаться новым пригожим лифтом. Каб заменить лифт, потребно два месяца. Это по нормативных документах. Частей за всё рабочее справляются за полтора. Зараз у домах ставят минавито такие лифты. Больше просторные и бесшумные. Какие изменения в оборудовании произошли в лифтовых кабин? Я вот вижу, что он вроде бы шире, да, и вот камера есть. Да, да. На данный момент устанавливаются более, лифты с более широким проёмом. То есть сейчас проём стал 700, для того, чтобы жильцы с колясочками, мамы молодые, могли спокойно коляски закатывать и выкатывать, кабины не мешать. Также установлено видеонаблюдение в кабине. Видеонаблюдение оно устанавливается во всех новых кабинах? Да, видеонаблюдение сейчас идёт во всех новых кабинах лифта. Это с завода Могилёв Лифмаш. То есть приходит оно. По-моему, он стал ездить тише, работать, да? Да, лифты сейчас с частотным преобразователем установлены. Они более тихие, экономичные. То есть они ещё энергосберегающие? Да, совершенно верно. И соседям тише, да, кто особенно живёт на первых этажах, они не будут, наверное, слышать работу лифта? Ну, практически, да, работа лифта стала намного тише. На прикладу, в Гомеле до конца года заменять 223 лифты. Это больше, как в четыре раза перевышает леташнюю личбу. В наступные два года заменять ещё каля полтысячи лифтов, которые отпрацевали четыреста годзя. На один лифт разом с монтажом и расходными материалами тратится свыше 40 тысяч рублём. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель». У субботу, 29-го снежня, пройдут шарговые промые телефонные линии с представниками Улады. У Гомельским облаканками на звонки откажет керавник справ Олена Кличковская. Номер телефона 33-12-37. У Гарваканками на совесть выйдет намесник старшины Сергей Андреев. Номер 75-63-33. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. У Беларуси вырастет базовая величиня. С первого студента покажет повеличится до 25,5 рублёв. Отповедные решения принял Саумин. Зараз базовая на рубль меньше. Нагадаем, гэта величиня уплывая на целый широк выплат и платежов. От ее залежит по мере некоторых допомог, стыпенды, податков и сбору, а так само штрафов. Белпошта опубликовала график работы отделения в святочные дни. У Гомельской области 31 снежня працовный день у городских отделениях скорочены на годину, а у сельских будзи выходным. 1 и 7 студеня будут открыты только дежурные отделения. Больш подробязно об режиме работы можно доведаться на официйном сайте предприемства, а так само по номеру 154. У Гомельской области подвели выники кампании по вакцинации супразь гриппу. Пришепку зрабили кале 550 тысяч человек. Ахоп наибольш уразливых групп насельства склав больше 75%. У областном Центра гигиены эпидемиологии громадского здоровья поведомили, что эффективность кампании будет оценена после закончения сезона захворывания. Но практика показывает, что сроки затраченные на вакцины себе оправдывают. В среднем на каждый укладенный рубль отримивается эффект в 13 рублев. Представники Гомельской области рихтуются презентовать новые проекты в рамках республиканской акции «100 идей для Беларуси». В наступном месяце областный экспертный совет назови лепшие распроцовки, которые потом будут представлены в Минску. Сегодня новаторы учили, как правильно презентовать свои идеи и затекавить ими потенциальных инвесторов. Вядомы всем автомобилистам лежачий полицейский может выполнить не только функции обмежения худкости руху. Идею пропоновали в Гомельском Державном Техническом Университете. На полицейский накладывается специальное простысование по час наезду на кое выпрацовывается электроэнергия. Разлики провели на прикладе проспекта Перамоги. За один день энергии должны отримываться столько, что ее купить для работы 17 электров на протягу 14-ти годин. Правда, термин окупности проекта достаточно великий. По подсчету для города Гомеля окупаемость в течение 20 лет это при условии того, что основные части данного оборудования прослужат 50 лет. У рамках республиканского проекта 100-иде для Беларуси все лета на Гомельшине пропоновали около 100 инноваций. У вынику конкурсов, проведенных на районных узровнях, одобрали 30 распроцовок. Пропоновы самые разные, от компьютерной гульни до светлодиодной камизельки для велосипедистов. С початку на областном, а потом, коли пошанцуя и на республиканским этапах, конкурсантам треба буде максимум за три хвилины не только презентовать свой проект, але и зацекавить потенциальных спонсоров. Прежде всего необходимо, чтобы у самого автора горели глаза для реализации своей инициативы, чтобы он понимал самый четко мог рассказать, что за инициатива, насколько она коммерчески выгодна. И тогда, наверное, спонсор будет готов профинансировать данный проект. Олег Сенсюров, Ольга Котовалова, Валерия Гапанько, телерадо, компания «Гомель». Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до встречи у эферы. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Дорожная обстановка в регионе снова в центре внимания. Погодные условия не дают возможности расслабиться. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили телесные повреждения. Так, накануне вечером в Гомеле под колеса у пилястры попала пенсионерка. За рулем иномарки находился 27-летний водитель, который совершил наезд на одном из пешеходных переходов улицы Сосновой. Пострадавшая женщина попала в больницу. Еще одна авария с подобным сценарием произошла в Гомельском районе. В Гомельском районе был совершен наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжать дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Обозначена световозвращающими элементами женщина не была. С травмами она была заставлена в больницу. В преддверии Нового года не стало меньше работы и у спасателей. Зафиксировано три пожара, в результате которых повреждены два строения. Среди них издание Церкви христиан веры евангельской благодать в Хойниках. На момент прибытия подразделений к месту вызова открытым пламенем горело одноэтажное деревянное здание, обшитое сайдингом. Выяснилось, что данная постройка использовалась под церковь, пастором которой является мужчина 1973 года рождения. Пожар был оперативно ликвидирован в застегнутых размерах. В результате пожара огнем повреждена кровля здания и имущества. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Хуже быть не может. В Гомеле дома погибла двухнедельная девочка. По факту смерти новорожденной проверку проводит городской отдел следственного комитета. Трагедия произошла утром 23 декабря. Ребенка без признаков жизни обнаружили в квартире родители. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, пока не выявлено. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Очередной игровой день в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралигии удачно сложился для нового главного тренера Жлобинского металлурга Сергея Туртышного. Команда одержала первую победу под его руководством. Сталевары дома обыграли Лиду. Все голевые события в этом поединке уместились в заключительную десятиминутку второго периода. В течение пяти с небольшим минут хозяева создали необходимый для победы задел. В составе Сталеваров отличились Марченко, Черевач и Морщенок. Гости ответили точным выстрелом Ткачука. 3-1 победа металлурга. Завтра Сталевары играют с Неманом, который накануне гостил в Гомеле. И весьма успешно. Рыси были обыграны крупно. Боярчук, дважды Кислый, Савинов и Крыскин сделали счет на табло 5-0 в пользу гостей. Завтра в Гомель наведается Лида. Шесть команд из Гомельской области в ближайшие выходные оспорят путевки в 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу. Два поединка с участием представителей нашего региона состоятся завтра. На Врагачеве местная дружина Гомель-Молоко сыграет с БЧ. Речицкий апгрейд ждет в гости лидера сильнейшего дивизиона чемпионата страны ВРЗ. 30 декабря в воскресенье еще одна речицкая команда «Сириус» также сыграет с представителем высшей лиги Светлогорским ЦКК. Игра пройдет в Речице. В Гомеле прошел первый турнир по мини-футболу на кубок начальника ОВД Гомельского облсполкома. Особенность соревнований в том, что участие принимали исключительно руководители подразделений. Всего за трофей боролись 10 команд. По итогам группового этапа определились полуфиналисты. Первую путевку в главный матч турнира спаривали команды ОМОН и советского РОВД Гомеля. В серии пенальти победили сотрудники отряда милиции особого назначения. Во втором полуфинале дружина ОВД переиграла коллег из Хойникского РОВД. Поединок за трофей получился напряженным. Лишь в концовке футболисты управления внутренних дел сумели дожать соперника и вырвать победу. 2-1. В планах организаторов сделать турнир традиционным и расширить состав участников. Идея очень хорошая. Многие сотрудники поддержали ее, с удовольствием поддержали ее. Я надеюсь, она найдет дальнейшее продвижение и распространение. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова